По мосту через реку Крынка несколько дней назад проходила линия фронта. Здесь до 20-х чисел шли ожесточенные бои. Однако тут бронированный клин украинских карателей уперся в мужество героев Новороссии. Дальше враг пройти не смог, и 20-го числа трусливо сбежал со своих насиженных позиций. Местные жители с ужасом вспоминают время, проведенное в оккупации. Женщина, которую мы подвезли до поселка, рассказала, что месяц не могла попасть домой. Накануне захвата поселка она уехала на работу, и вернуться обратно из-за боев не смогла. Оставшиеся в оккупации люди с трудом возвращаются к мирной жизни. Процветавшее повально пьянство и мародерство среди карателей оставило свой след в Нижней Крынке. В одном из домов киевские каратели оборудовали подобие штаба. Сейчас там жить невозможно. Да и саперы, проверявшие дом, сказали, пока туда не ходить. Там, оказывается, установлены растяжки. Заходим в этот дом и ужасаемся тому свинству, которое развели украинские военные. Прошло всего несколько дней после того, как армия Новороссии освободила Нижнюю Крымку. Жители поселка с содроганием вспоминают те дни, когда они были в оккупации. Отошедшие украинские каратели оставили после себя руины, заминированные дома. Люди около месяца боялись выходить из подвалов. Здесь нет света. В общем-то, сейчас мы находимся в доме, где каратели базировались. Жить здесь сейчас уже невозможно. Невозможно жить в этом доме по двум причинам. Во-первых, все разбито вандалами, по-другому этих людей не назовешь. А во-вторых, отходя, они расставили по дому растяжки. Потому, пока здесь не отработают саперы, находиться здесь невозможно. Интересно, что украинские военные после входа в село первым делом разграбили местный магазин. Оттуда вынесли все спиртное и еду. Видимо, последнее использовалось в качестве закуски. Ну, собственно, любимая еда украинских националистов. Еще они, судя по всему, и браконьерствовали. По всей видимости, украинскую армию настолько плохо снабжают провиантам, что им даже приходится браконьерничать. Вот, собственно, орудие, при помощи которого они добывали себе еду. Обыкновенная электроудочка. Серьезно пострадали и дворы частных домов. Там, оказалось, украинские танкисты размещали свою технику. Убегая от армии Новороссии, украинские каратели дошли даже до того, что минировали огороды жителей поселка. Сейчас вот наблюдаем подобную мину, сделанную из подручных средств. Это именно заминировано. Рассказывают люди здесь и более страшную историю. В соседнем поселке Комунар пропала 14-летняя девочка. Ее якобы пустили по кругу, то есть изнасиловали. Она не найдена до сих пор. Ну, зайдите там, просто заснимите, как надо. Дело в том, что, Алиш, когда жили, нас тут не было. Мы в отпуске были. То есть вы уехали, да, отсюда? Да, мы уехали, они сами взломали, нету ни телевизора. В баре было 7 бутылок шампанского, бутылка коньяка. Ну, это меня на работе поздравляют, девчата. И нас просто никто не пьет, ни я, ни муж. И мы это ставим. Ну, вот это уже третья, я вынесла на огород мусор. Ну, ни в чем себе не отказывали. Нету ни ложек, ни сковородок, ни выключателей. Ну, ничего нету. Просто один какой-то ужас. Все побито, все похарпано. А до этого вы приехали сюда? Мы приехали вчера. Сюда же не пропускали боевые действия, что нас в Енакево сюда не пропускали, через дом. Вы в Енакево были, да? Были в Енакево у родителей. Конечно. Сойдите, смотрите. Ну, вот еще у меня. Ведешь с вами. Это кровати наши. Это пробираем. Надо возвращаться домой, а в дом ее убедите. Кужина. А в дом ее убедите, что. Ну, тут уже мы половину полуки дали. Проходите, проходите. Тут уже мы половину тут вот такой было. Половину полуки дали. И тут вот такое. Жили, ни в чем себе не отказывали, да? Ну, понимаете, что такое? Еще раз расскажу. Проблемы были. Заговорили за все. Сняла деньги. Какие-то собрали с дедом. Дед парализован, не сегодня, не завтра. Пойдете, тут забили нам. Загринелось, да? Нет, просто забили, чтобы не лазили. Тут же пошли мародеры. Кату, пойдем? Да, да, понятно. Упорка была, что было, все. Спадало. Вот у пыля все мои валяются там. Они лиховались, а там не лиховались. Желтая стоит. Прокерная. Вот, банки. Сюда пришли, вот тут встал танк. Они начали стрелять. Мы просидели в подвале весь день и всю ночь. 16-го какого месяца? Это сентябрь. Сейчас какой? Сентябрь. Агусто, значит. Это было 16-го числа. 17-го утра мы уехали на коммунар. Просидели до 19-го там в подвалах. Там родители были все, потому что мы здесь были вдвоем только. И 19-го мы уехали. Сегодня только год заехали при вас. Неподалеку от брошенного блокпоста, размещавшегося посреди поселка, находим могилу расстрелянных пятерых ополченцев. Их, как рассказывают люди, демонстративно расстреляли прямо на блокпосту, на глазах у всех. На непонятную палку, воткнутую нацистами в могилу, видимо в качестве креста, водрузили надпись. Они погибли за ложь Путина. Под надписью имеются и фамилии погибших ребят. Но несмотря ни на что, люди сейчас пытаются вернуться к мирной жизни. И всячески стараются навести порядок в своих раскуроченных домах с пустыми глазницами вместо окон.